Привет, что читатели! Меня зовут Полина Парс, и сегодня в видеоблоге книжного интернет-магазина Лабиринт мы расскажем вам много чего ужасно страшного и жутко интересного. Ведь в конце концов уже приблизился к нам праздник Дня Всех Святых, в простонародье просто Хэллоуин, и мы предлагаем вам щекотать свои нервы полезным для здоровья способом, а именно с помощью книг. Первая жуткая новинка этого года — это роман под названием «Культ» от Константина Образцова. Кстати, вы можете посмотреть наше интервью с автором, где он рассказывает, почему в детстве ему приходилось читать истории про жуткие случаи убийств, а также специфику расчленения трупов. Ну и вернемся к роману. «Культ» — это жуткая мистическая история, которая расскажет вам о выдуманном городке и банде маленьких детишек, которые начали играться с тем, с чем не следовало. В общем, если вы любите интеллектуальные триллеры, то этот роман точно для вас. Ну и если вам хочется чего-нибудь полегче, но не менее жуткого, я предлагаю вам обратить свое внимание на новый роман Сергея Лукьяненко под названием «Квази». Этот роман рассказывает о взаимоотношениях между людьми, зомби и сверхзомби, назовем их так. Они пытаются жить вместе и сосуществовать в одном государстве и в одном городе. Действие романа происходит в Москве. Если «Квази» и «Культ» — это новинки этого года, то есть еще одна не менее жуткая новинка прошлого года. Это роман Ромена Гори под названием «Вино мертвецов». Считалось, что рукопись этого романа была утеряна. Однако в 2014 году роман культового для многих писателя был найден, и теперь вы можете ознакомиться с ней вот в таком вот издании, с ней, в смысле, с этой книжкой. Книга 100% будет интересна поклонникам Тима Бартона или Тима Бертона. Называйте, как вам больше нравится и как вы считаете правильным, потому что главный герой отправляется в загробный мир, что наводит на мысли о Битл-Джусе и других глазастых героях. Для любителей различных нуарных историй и, конечно же, комиксов стоит посоветовать, стоит обратить ваше внимание на комикс под названием «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». Это абсолютное издание, и оно имеет на самом деле достаточно косвенное отношение к Хэллоуину. В книге несколько комиксов, которые выходили отдельными изданиями, и один из них как раз-таки носит название «Долгий Хэллоуин». Убийство, которое происходит в этой книге, делает некий маньяк под именем «Праздник». И здесь действительно очень много крови, очень много мяса. И, кстати, именно эту книгу использовал Кристофер Нолан как один из источников для съемки своего фильма «Темный рыцарь». А задумывались ли вы о том, откуда рождаются наши страхи? И, может быть, в глубине нашего подсознания есть кто-то, кто управляет нами и живет за наши с вами жизни. В общем, все это философия, но на самом деле она достаточно жуткая, как и новинка, которая рассказывает именно об этом. Это «Пятая сали» от Дэниела Киза. Этот роман был написан за два года до знаменитой таинственной истории Билли Милликана. И здесь автор вновь касается темы диссоциативного расстройства идентичности. И, согласитесь, это достаточно жутко вдруг осознать, что внутри тебя существует несколько таких же «тебя». И это недостаточно жутко, это действительно очень даже страшно. Еще одна не менее жуткая и ужасающая новинка, которая рассказывает и исследует страх человека перед глубинами собственного «я», это книга под названием «Дом листьев» от Марка Данилевского. Кстати, перевод этого романа делал такой гигант современной русской литературы, как Дмитрий Быков. И он же написал о ней, что если вы боитесь сойти с ума, то вам лучше об этой книге вовсе не знать. Но мы-то с вами рисковываем, поэтому, я думаю, все-таки попробуем прочитать этот роман. Также стоит сказать, что книга очень увесистая и в мягкой обложке, но при этом она невероятно интересно сверстана. И, скорее всего, это добавляет некой интриги и интереса во время прочтения. Кстати, в группе «Лабиринтов ВКонтакте» у нас был запущен опрос. Мы интересовались, какие самые жуткие книги вы читали и какие книги кажутся вам жуткими из списка, который я сегодня озвучила. И на момент записи этого видео лидировал, конечно же, маэстро Стивен Кинг. И говоря о Стивене Кинге, нельзя не упомянуть книгу под названием «Тьма». «Тьма» — это сборник рассказов в жанре хоррора и ужаса, который собрал в себя самые-самые изысканные рассказы, которые входят в эти жанры с 2005 года и такой флэшбэк назад с 1985. Так что здесь вы найдете квинтэссенцию всего самого страшного за 20 лет, что происходило в литературе. И да, здесь есть рассказ Стивена Кинга, Джорджа Мартина, который, наверное, считается самым кровожадным человеком в мире, и фанаты «Игры престолов» меня поймут. И раз уж мы задели классиков жанра ужасов, то нельзя не сказать про Говарда Лавкрафта и Эдгара Алана По. Начнем, пожалуй, с Лавкрафта. «Хребты безумия» — это совершенная классика ужасного жанра литературы, и, я думаю, мне не нужно рассказывать вам о том, что это вообще такое. Но я обращаю ваше внимание на совершенно новое издание «Хребтов», и, думаю, оно вполне себе похоже на подарочное. Ну и Эдгар Алан По и его страшные рассказы с иллюстрациями Бенджамина Лакомба. Эта книга сама по себе является произведением искусства, иллюстрации такие, что захватывает дух, и хочется перечитывать ее снова и снова вне зависимости от праздника Хэллоуин. Ну и «Лабиринт» не был бы лабиринтом, если бы оставил вас без всяких подарков в честь праздника. Поэтому я сейчас расскажу вам про целых два кодовых слова, которые помогут вам приобрести книжки со скидкой в 15%. Первое слово — это слово «YouTube», наше собственное секретное слово нашего видеоблога. Оно позволит вам приобрести со скидкой в 15% книжки, которые сегодня участвовали в записи этого видео. И еще одно секретное слово — это «Хэллоуин». Также приобретайте книги жанра триллер с 15% скидкой. И будьте здоровы! Читайте много хороших книг, подписывайтесь на наш канал. Была рада вас видеть, и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok